Фестиваль открыла акция «Самый большой флаг России». Триколор площадью больше тысячи квадратных метров был развернут на площади перед Зимним театром под исполнение сводным духовым оркестром гимна страны. Он всегда символизирует жизнь, успех и удачу и победу. И так было, и так будет всегда. Сегодня эти мероприятия направлены на подготовку к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Мы будем честовать наших ветеранов. Это безмерно и безусловно. Но важна наша память, наша история. Открытие краевого фестиваля сегодня совпало с празднованием Международного дня театра. Кроме того, на этой неделе свой профессиональный праздник отмечают работники культуры. В этом году фестиваль приурочен к 70-летию победы, поэтому и атмосфера в холле театра соответствующая. Здесь развернулась тематическая выставка о роли Сочи в годы Великой Отечественной. Свои работы представили юные художники, а мастера прикладного искусства с удовольствием рассказывали гостям секреты выполнения уникальных поделок. Свои выступления военной теме посвятили и участники фестиваля. Сегодня, по сути, будет парад творческих коллективов, смотр всех наших творческих сил. На сцене мы будем смотреть большое стилизованное тематическое представление Сочи-город-госпиталь. 66 сочинских коллективов и 16 вокалистов объединили свои номера в один 45-минутный концерт, рассказывающий о ходе Пятилетней войны. Ансамбль «Мрея» из Лазаревского района демонстрирует свое творчество уже третий год подряд. В прошлом году им удалось стать лауреатами, теперь они выступают в общем городском хоре. Я считаю, что культура всегда объединяет народы. Эти фестивали очень показательно, они обязательно нужны, чтобы сплочаться, чтобы быть ближе. В завершении концерта лучшие коллективы и вокалисты получили дипломы лауреатов, а кто станет победителем фестиваля, станет известно в апреле, после того, как жюри просмотрит выступления всех участников по краю. Кстати, сегодня одновременно творческий экзамен сдавали энтузиасты в Новороссийске и Геленджике.